Советский Союз 45-го – страна, победившая фашизм. Россия 22-го – страна, победившего фашизма. Именно за эти слова грозит уголовное дело титулованному российскому правозащитнику и учёному Олегу Орлову. 70-летний Орлов – один из основателей мемориала, получившего в прошлом году Нобелевскую премию мира. Половину жизни правозащитник занимался реабилитацией жертв политических репрессий СССР. Был членом президентского совета по развитию институтов гражданского общества и прав человека. Известен тем, что в 95-м году стал добровольным заложником для освобождения жителей Будённовска, захваченных террористами. Российские власти обвиняют Орлова в реабилитации нацизма и повторной дискредитации армии. За что ему грозит до пяти лет лишения свободы? Это дело говорит о крайне опасной тенденции в России, отмечают коллеги из мемориала. За что судят Олег Орлову? Его судят за мысли, за мнение. Понимаете, мнение до сегодняшнего дня Российской Федерации, Конституция Российской Федерации по-прежнему гарантирует человеку право на его позицию. Если он занимает эту позицию ненасильственно, если он не приносит никому вреда, человек имеет право на мнение. Он имеет право его высказать. И вот сейчас начнется судебное заседание, где человека будут судить и приговаривать к реальным срокам заключения, к лишению свободы за мысли. Вот, как бы к какой точке мы пришли, и это, конечно, катастрофа. На суд против известного правозащитника отреагировали и в Совете Европы. Вот что заявила комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович. Суд над Олегом Орловым является пародией на правосудие, демонстрирующей пренебрежение самыми элементарными правами человека. Несмотря на преклонный возраст и его заслуги в качестве правозащитника, суд вряд ли будет снисходителен к Орлову. Стоит рассчитывать на реальный срок, считают его коллеги. Преследование правозащитника, а так и на мемориал в целом – всё это ложится в общую канву последовательной борьбы нынешнего российского государства с историей, отмечают в мемориале. Мы по-прежнему настаиваем на том, что у России сложное прошлое. И это сложное прошлое требует осмысления, проработки. И что очень многие проблемы, которые мы сегодня имеем, это сегодняшние проблемы, корни их во вчерашнем дне. И если мы не будем лечить это прошлое, если мы не будем выносить из него уроки, то наше будущее будет ужасным и катастрофическим. Мы должны вынести уроки и не совершать новые преступления, потому что мы совершенно уверены, что если преступление остаётся безнаказанным, оно рождает новое преступление. И, к сожалению, мы сейчас свидетели этого. Также сегодня стало известно, что в Москве начали исчезать памятные таблички проекта «Последний адрес», которые рассказывают о жителях дома, ставших жертвами политических репрессий. Эксперты отмечают, фактически это тоже атака на мемориал, ведь именно из его базы и брались данные о репрессированных людях. Продолжение следует...